Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Полная луна позади меня и восход солнца передо мной. Красота. В этом видео сделаем теханализ биткоина эфира. Я покажу вам свой торговый аккаунт на 570 тысяч долларов. Вчера поднимался на 600 тысяч, а затем биткоин упал на тех новостях, что... Две новости было на самом деле. Одна это то, что Камала Харрис собирается поднять налоги до 58 процентов, если она станет президентом. А вторая новость, это то, что было напечатано 2 миллиарда долларов вчера в Тезере. Это означает, что много новых денег придет на рынок. Это интересно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Много паники. Поэтому вчера все росло. Потом вышли новости. Там еще какая-то новость была. Покет плюс 9 процентов дал. Бенби плюс 2,5. Додж плюс 2,2 процента. Я вчера доги взял на 30 тысяч долларов. К тому, что у меня было. Итого у меня доджкоина на 70 тысяч теперь. Сегодня сделаем теханализ доджкоина. Йеннисвап плюс 1,5 процента. Биткоин чуток вниз прошел. Тесла тоже, но не сильно. И эфириум тоже чутка опустился. Открываем теперь биткоин. И давайте, как обычно, начнем с крупного таймфрейма. С недельного. Зеленое начало недели. Прошлая неделя закрылась свечой доджи. Это разворотная свеча означает, что нисходящий тренд должен закончиться. И особенно интересно, что подтверждается хорошими торговыми объемами. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Опускаемся теперь на дневной. На дневном у нас бычий флаг. Посмотрите, биткоин пытался выйти вверх из этого бычьего флага. Прошел на 61600. Затем вышли плохие новости. И биткоин вернулся обратно. Стохастик в верхней зоне. Хорошие торговые объемы. Что на четырех часах. Тоже бычий флаг, из которого биткоин пытался выйти, но вернулся в него обратно. Активировалась моя торговая идея или нет? Нет, еще не активировалась. Цена входа стоит на 57 856. Стоп лосс на 57 241. И тейк профит 105 тысяч долларов. Биткоин в импульсе в волнах Эллиота. Когда этот импульс закончится, зайдет в коррекцию и затем пойдет на 105 тысяч в финальной волне. Но это теория, а там посмотрим, как оно будет. Еще раз, цена входа 57 856. Стоп лосс на 57 241. И тейк профит на 105 тысяч. И почему я всегда ставлю цену входа ниже? Потому что я не хочу заходить на текущих позициях. Посмотрите, что было вчера. Вот, например, вчера бы залетели по текущей, позаходили многие, а затем биткоин пошел вниз и позакрывало по стоп лоссам. Поэтому нужно заходить в лонг только на падениях, когда опускается на уровень поддержки. У меня эта сделка уже поставлена. Поэтому такой вариант торговать он лучше. Ты не заходишь на какой-то плохой цене. А так коррекция произошла уже. Подобрал биточек и зарабатываешь. Это что касается биткоина. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. Но какой рассвет все-таки красивый. Смотрите. Шикардосик. Круто, да? Такое свечение вокруг. Интересно. И посмотрите, там солнце встает. Красотища. Хорошо, возвращаемся на Bybit. На аккаунте 579 600 долларов за 7 дней. Было 598, 564, 580, 568 и теперь 579. Сделка по биткоину в плюсе на 9500. Размер позиции 316 тысяч долларов. Ставка финансирования по-прежнему негативная. Поэтому я еще получаю деньги за удержание этой позиции. И опять же посмотрите на мои гениальные покупки на биткоине. Там я продал перед падением. Всех предупредил и продал. Тогда биткоин стоил 65-66. Продал, а ниже перезашел. Прекрасно. Но я красава. Прям идеально торгую. Уже лучше некуда. 579 тысяч на балансе. Биткоин у меня на 142 700. USDT на 101 200. MCRT на 64 300. Dogecoin на 69 700. Честно говоря, USDT так-то маловато у меня уже. Надо бы где-то что-то продать. Давайте-ка я продам биткоин, чтобы был USDT. Или что? Хорошо, пускай пока будет. Короче, получаемся. RT на 64 300. Uniswap на 59 400. WorldCoin на 18 600. ETH на 18 100 долларов. Я бы... Что-то надо продать. Так, а что продать-то? Давайте посмотрим на Dogecoin. Там крупная позиция у меня. Сколько у меня? Dogecoin. На 69 700 долларов. Dogecoin плюс 2%. А вчера я взял Dogecoin на 30 000. Поэтому, в общем и целом, у меня на 70 000 Dogecoin. Это график Dogecoin. Недельный таймфрейм. И на недельном мы видим массивный нисходящий клин. Вот он, клин. И вчера Илон что-то затвитил про Dogecoin. Это хорошо. В общем, нисходящий клин на графике. Внутри создается давление-давление. И выходим вверх на расстояние, которое можно измерить по основанию. Dogecoin может вырасти. Поэтому я пошел и взял Dogecoin на споте. Если хотите на деривативах, то лучше подбирать от уровня поддержки. От вот этой годовой поддержки по 0.89, а более безопасно взять ниже по 0.073. Это два уровня, на которых можно брать Dogecoin. Первый вариант он более рискованный, а второй более безопасный. Но, честно говоря, я не уверен, что опустится на 0.73 Dogecoin. Имейте это в виду. И цель по обеим торговым идеям, она одна и та же. На 19 центов. Первый вариант заходим на 0.089, и второй на 0.071. Там соотношение 36, а там 39. Вот две такие торговые идеи, где можно подобрать Dogecoin. У меня Dogecoin уже на 69.700, и вчера я Dogecoin купил на 30-ку. И, кстати говоря, в Dogecoin я тоже идеально зашел. Вот там я всех предупредил. Сам продал, когда Dogecoin стоил 12. И затем я купил ниже по 7 центов. Или сколько там было? 0.0. Ну, короче, по 6 центов. В общем, я продал по 12, а перезашел по 6. Или по 8. По 8. Ну, это же потрясающе. И сейчас я держу Dogecoin 673 487 монет. 14,5% от баланса. На 69 726 долларов. Это у меня все в Dogecoin. Прекрасно. Теперь давайте сделаем теханализ Dogecoin. А, уже сделали. В общем, две такие торговые идеи. Но, на мой взгляд, Dogecoin прямо сейчас может вверх вылететь. Вот так, тыс же. И полетели. Либо же опуститься еще вниз. И только после этого будет прорваться из клина. Вот две такие торговые идеи. На Dogecoin. Взять на этих уровнях поддержки. Две торговые идеи. Такие. Прекрасно. Теперь давайте почитаем ваши комментарии. Твоя стратегия дает минус 100%. Готов к дампу. Я так не считаю. Спасибо, что сделал вчера теханализ КАЗ. Было бы хорошо, если бы ты узнал больше об этом проекте. Возможно. Так и сделаю. 0.22 – это низкая цена для Покета. Посмотри, пожалуйста, Аптос. И спасибо тебе, Джеймс, за ежедневные обновления. Я уже много сделал теханализа сегодня, но... Буду иметь в виду, может быть, в следующий раз сделаю Аптос. Не на ту лошадку ставишь, Джеймс. Трамп проиграет эти выборы, даже несмотря на активную промо-компанию. Поэтому Гэнслер останется председателем. Но если такое произойдет, и Камала станет президентом, тогда налоги будут 60%. Ну и Гэнслер, конечно, это просто ужасная персона для крипторынка. Чем ты занимаешься целыми днями, Джеймс? Хороший-то вопрос какой. Я просыпаюсь рано утром. Просыпаюсь такой. Выхожу полюбоваться рассветом. Смотрите полнолуние. Выхожу на рассвет. Записываю видео. Иду на прогулку. Торгую. Зарабатываю. Целый день занимаюсь всякими бизнесовыми делами. Снова гуляю. Хожу на пляж. Посмотри на Солане, там голова и плечи. Но я уже делал много теханализа сегодня. Всегда смотрю твои видео. Спасибо за обновление каждый день. Что ты думаешь про Эйдж-бар? Джеймс, почему ты всегда советуешь заходить на одну тысячу ниже? Потому что я не хочу заходить на Росте. Только пошло вверх, ты думаешь начал зарабатывать? Оно еблыси развернулось. И ликвиднуло. Джеймс, пожалуйста, сделай гивавей на Байбит. Когда мы уже пойдем на 105 тысяч? Сколько можно ждать? Уже надоело. Может быть к Рождеству? А тут много комментариев к этому сообщению. Обязательно будет. Без шансов. Короче, я смотрю, многие думают, что вообще не дойдет до 105. Идите, напишите свое мнение, что вы думаете. Будет ли биткоин 105 тысяч к Рождеству? Лично мое мнение, 100 тысяч под Рождество это вполне возможно. Но нужно смотреть, как пройдут выборы. Если Камала победит, то это будут плохие времена для американского рынка. И не очень хорошие для крипты. Также обязательно присоединяйтесь к моему телеграмму. 152 трейдера онлайн в данный момент. Слиток золота в 400 унций стоит миллион долларов. Впервые в истории человечества. Я бы, честно говоря, золото не использовал как средство хранения. Потому что золото контролируют. Это Юнисвап. Массивный нисходящий треугольник. Спасибо, что тоже делаете теханализ. Помогайте мне. А также вы можете видеть у меня в телеграмме много всякого интересного. Камала Харрис одобряет предложение президента Байдена про налоги в 44%. Самые высокие в истории. Предложение также включает 25% налога на нереализованную прибыль. А налоги на нереализованную прибыль это вообще какой-то бред. Прикиньте, что это означает. Вот перейдем, например, на мой торговый аккаунт. По биткоину. Я должен, получается, заплатить налог с этих 9,5 тысяч 25% отдать. Должен заплатить 2,5 тысячи долларов по сделке, которая на самом деле еще не закрыта. Я счету даже прибыль не получил. С какого хера я должен платить тогда эти 25%? Что будет, если она в минус уйдет? Это же просто какая-то дичь. Какие-то непонятные налоги. Они вообще что ли ни хрена не понимают в рынке? Просто какая-то идиотская концепция. Подпишитесь также на мой твиттер. Растут подписчики. Это мой твит, который я сделал еще в 2018 году. Биткоин стоил 920 долларов, эфириум 10. Если вы хотите, чтобы для крипты настали темные времена, голосуйте за Камалу Харрис. С Ларком Дэвисом я делал интервью. Было интересно. 25% налога на нереализованную прибыль это невероятно. Самое грабительское предложение, которое когда-либо было сделано. Ты еще ничего не заработал, у тебя нет по факту этого дохода. А правительство вдруг почему-то выставляет тебе счета. Это просто грабеж. Это точно. Так оно и есть. Вот представьте, например, Лана Маска. Он должен продать 25% своих акций Теслы для того, чтобы заплатить налоги. Это нонсенс. 2 миллиарда денег было напечатано. Сегодня. Тезером. 2 миллиарда. Обратите внимание. Вот новости, которые уронили рынок биткоина. А вот же эти новости. Федеральные власти сталкиваются с исчезновением до миллиона рабочих мест в США. Возможно, самой крупной нисходящей корректировки за последние 15 лет. Короче говоря, это означает, что статистика по занятости, которую нам впаривали, это полное дерьмо. Они все пересмотрели, и корректировка на 1 миллион рабочих мест. Их на 1 миллион меньше. И это уронило рынок. Несколько часов назад. Вот что еще. MCRT, новости из проекта Magikraft и так далее. Так что давайте посмотрим, что еще. Меня просили, может быть, что-то сделать теханализ. Или, может быть, HBAR, XRP. Давайте, HBAR и XRP. ХБAR, там вроде как был какой-то паттерн, из которого XRP должен был вверх выходить. Так где же XRP там? XRP. А, нет, это не то. XRP к USDT. Бинанс. Вот он, XRP. Открыли. Идем на недельку. Да, вот такая сделка. Отличная. Какой рост может показать XRP? Тут огромный нисходящий треугольник. Внутри давление, давление. И выходим вверх. Поэтому цель получается 2 доллара 20 центов. Смотрите, это вышел все-таки из этого треугольника. Ровно так, как я и предсказывал. Прошел на 67 центов. Это примерно 10%. Затем биткоин упал и XRP упал. Но все еще выглядит хорошо. Потому что, смотрите, он просто сходил на ретест. Этой трендовой подтвердился хорошими объемами. Посмотрите, вот объемы внизу. И затем вверх пошел. И пойдет на 2 доллара 20 центов. Но на пути вот эти горизонтальные желтые линии, это уровни сопротивления. Ребят, ну все, на этом будем заканчивать уже. На Bybit регистрируйтесь, самая лучшая биржа. Получайте бонус 60 тысяч долларов. Я сам торгую в основном на Bybit. 2, проходите мои курсы по криптотрейдингу. И присоединяйтесь к моему телеграмму. На этом все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Всех люблю, обнимаю. Еще раз показываю. Полнолуние и рассвет. Очень красиво. Луна и солнце одновременно. Всем хорошего дня и увидимся завтра.